Ура! Последний звонок сегодня прозвенел для 22-х выпускников 19-й школы. В актовом зале собрались директор, завучи, учителя и родные 11-ти классников. Самыми первыми ребят поздравили первоклашки. Мы малявки-первоклашки, поздравляем вас сейчас, Ваня, Светы и Натавки, в добрый путь и в добрый час. 1 сентября 2023 года школе номер 19 исполнится 67 лет. За это время педагогический коллектив выпустил 47 выпусков, а это порядка 5000 мальчишек и девчонок. Четверть века школой руководит Наталья Васильевна Григоренко. Последний звонок – важный этап для школьников. Совсем немного, и они вступят во взрослую жизнь. С напутственными словами к ребятам обратились их учителя и классный руководитель Екатерина Валентиновна Фельдшерова. Последний звонок – он один, единственный в жизни каждого человека. Последний звонок в школе – да, будут вручения дипломов, будут вручения дипломов, да, я вас верю. Будут другие торжественные дни, но такого больше в вашей жизни не будет. И я очень рада, что вы все здесь вместе, дружно собрались и сделали это событие, этот праздник, настоящий праздник. В праздничный день учителя подготовили музыкальный подарок. Впереди у 11 классиков важное испытание – сдача ЕГЭ. Впереди сложный момент не только для наших ребят, но и для наших педагогов, которые их подготовили и надеются на их хорошие результаты. Я думаю, что все будет нормально, потому что наша школа находится несколько лет в числе лучших школ Московской области. Прощаясь со школой, многие ребята не могли сдержать слез, но некоторые из них намерены вернуться в родные стены совсем скоро, в качестве учителей. Школа дала мне определенную мотивацию для достижения цели в жизни, потому что у меня цель довольно такая скрупулезная, поэтому ребята помогали мне, они поддерживали меня и давали определенные советы, которые мне очень помогли. И вот скоро на экзаменах я обязательно достигну их и буду самым лучшим преподавателем в этой школе в будущем, обязательно. Всего в Сергиево-Пасадском округе последний звонок сегодня прозвенел для 983 выпускников. Дарья Леонова, Сергей Кошайкин, программа «События».